Всем доброе утро! Сегодня понедельник и у меня выходной, поэтому я встала только в полодиннадцатого, пошла умылась и тут же на себя нанесла такой вот гаммаж. Я не умею, к сожалению, как на картинках делать это красиво, когда все так замечательно и ровненько, но получилось так, как получилось. И гаммаж у меня сибирское здоровье, чистое лицо, очищающий гаммаж. Я про него вам рассказывала в видео про свои маски, и это единственный гаммаж из тех, которые я пробовала. Пробовала, я скажу сразу, немного, но мне он очень нравится и по цене, и по своему качеству. 15 минут его подержу и уже сделаю. Итак, про порядок. Утром вставала на весы, было 63,3, сейчас у меня в руках камера, поэтому, да, вот как раз показывает плюс 400 грамм моя камера от утреннего веса. На завтрак у меня будет сегодня говядина, тушеная, с морковочкой и лучком. Все это дело в мультиварочку положили, и так здорово само все приготовилось. Очень-очень вкусно. И, конечно же, огурчики, куда без моих любимых огурцов. А сейчас уже после завтрака сняла свой гаммаж с лица и нанесла вот такую регенерирующую маску, поэтому, да, в кадре я буду такая красивая. И что я вам буду показывать, это то, как мы сейчас будем стричь Осика. Оскар очень сильно не любит вообще стричься, поэтому уже такой прилег. В первую очередь, такая старая-старая расчесочка моя еще была. Я для начала его полностью буду прочесывать. Я его не буду сегодня полностью стричь. В первую очередь, буду стричь только его мордочку, ушки, над глазками, потому что он у меня уже, малыш, сильно зарос. Лапки ему подстригу. И что мне нужно будет для этого? У меня обычная машинка такая вот, Мозер 1400. У меня она электрическая, то есть не на батарейках, не от аккумулятора работает. Оська ее боится и не любит. Вот он сразу так обратил ее внимание. И потом я покупала недорогие обычные ножнички. Одни идут для филировки, а другие обычные. Они у меня от ДВЛ Профессионал стоили они около 400 рублей. Поэтому да, если у вас есть домашние питомцы, то советую вам так пользоваться. Итак, сейчас я его протяжу и мы вернемся к вам. Брундучок мой улегся, но нужно стричь. Следующее дело, я насадку. И поэтому приступим. С насадкой просто тяжелее, потому что все-таки меньше волос захватывается. Малышка, сейчас мама снижу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот столько стало шерсти от малыша. А он, собственно говоря, вот он, он искупанный. И покажу вам его позже, когда он уже высохнет. Подстригла, конечно, я его не очень, но как умела. Сделала сейчас третью, еще одну маску для лица. Это маска-пленка от Green Mama. Я всегда в свой выходной делаю много-много разных масочек. Еще вечером, если будет получаться, сделаю маску мед с корицей. Потому что есть вот здесь вот такие прыщички. И хочу их сильно-сильно подсушить. Сейчас с Оскаром закончили. Я его уже искупала. Искупала. Оська! Если прибежит, сейчас покажу вам, какой он. Не, не хочет он идти. Он сидит у мамы на руках. И все. Буду сейчас быстренько сама уберу. Потому что потом нужно будет собираться и ехать по делам. Посмотри в камеру. Не хочет? Не, не хочет. Смотрите, показаться, какой он искупанный. Вот такой искупанный. Болядать мамин. Вот такой вот. На небольшом участке кожи я решила вам заодно показать крем от L'Oreal Matte Magic. Которым я вам показывала. Просто, чтобы вы имели представление, как он вообще на лице расходится. То есть, каким слоем он вообще кладется. И как он выглядит. Беру буквально я... Так, фокус. Буквально немного, чтобы просто вам показать. И вот, соответственно, когда я касаюсь, видите, он начинает... Он как мусс. И он вот так вот просто по коже расходится. Сейчас его нанесу. Лампа прям на камеру светит. Не знаю, вроде хорошо видно. Как кажется мне. Ну, то есть, в принципе, да, это очень приятно по ощущениям. Ощущениям просто. Ощущения, знаете, как вот есть. Зайчьи ушки называется, кажется. Растение такое. Вот один в один как будто бы просто вот вожу им. Очень приятно. И настолько комфортно. Но один, опять-таки, повторюсь. Вот минус этого крема. У меня в оттенке 0,4. Только тот, что его надолго не хватит. И, в принципе, если вот таким толстым слоем, как сейчас, наносить, то я спокойно перекрыла все свои пятнышки. То есть, я взяла продукта немало. И его удобно руками наносить. То есть, можно взять, конечно, кисть. Просто, если что-то где-то подправить. Но мне его удобно именно вот таким вот образом наносить. Я смотрю через зеркало. То есть, камера отражается в зеркале. Поэтому не совсем мне ясно и видно. То есть, нет, вам не видно будет, как это все выглядит и происходит. Все. Кстати, по поводу Art Deco. Я тоже уже не один раз показывала в своих видео бронзер, который я использую. Просто хотелось заметить по поводу его экономичности. То есть, насколько я им пользуюсь каждый день. И я представить даже не могу, насколько мне хватит этого продукта. И в качестве румян сегодня я буду использовать Art Deco в оттенке 38. Мне очень нравится этот оттенок тем, что он розово-золотистый. То есть, такие красивые переливы в нем. На щечках я вот такими грудковыми движениями наношу и распределяю уже дальше, к виску двигаясь. Очень классный цвет. Он шиммерный. Но мне что нравится вообще, чем вообще вся косметика Art Deco нравится. Из того, что пробовала я. Что действительно это очень хорошее качество. Кстати, я вам кажется не показывала. Я покупала себе кисть обычную, которая называется пони. Вот так вот она выглядит. Очень-очень пушистая. Я ее купила за 40 рублей. Знаете, она настолько удобная. И я хочу сейчас в тени от джинс в оттеночке у меня 805. Вот такой вот оттеночек. Просто нанесу на все веко. А затем уже буду делать подводку. И подводку я буду делать от Эссенс. Сегодня в таком сером оттенке. Думаю, все уже знакомы с этой подводкой. Такой цвет металлика. И кистью от джинс 59 номер буду ее наносить. Стрелочки буду делать. Получились вот такие вот стрелки. Мне очень нравится. Сейчас просто накрашу реснички и все. На губы я добавила блеск такой от Эссенс. И все. В принципе, уже некогда. Поэтому я побежала. Дальше не смогу показать мне свой наряд. Ничего другого. Пока. До вечера. Как же здорово все-таки жить в частном доме. Сейчас мы и пожарили шашлычок. И на обед у меня будет шашлычок. Ножка куриная и свининой. Также взяла я себе такой рулетик. Здесь сыр. Лаваш армянский. И морковка корейская. И также петрушка. Буквально только что отсняла видео для вас. Про пустые баночки. Сейчас буду собираться. Нет, сначала вернее я все перекину сейчас на камеру. На компьютер извиняюсь. И буду уже собираться. Пойду гулять. У нас сегодня был просто жуткий ливень. И я снимала. У меня, к сожалению, не было с собой камеры. Я снимала на телефон. И если у меня получится передать на свой компьютер эти ролики, то я обязательно ставлю их в это видео. Пришла я домой уже. Искупалась. И на ножки, вообще на все тело использовала такой вот крем. Эвелин. Или Эвелайн. Не знаю, как он правильно читается. Фитолиния. Оливка плюс протеин и шелка. На самом деле, очень-при-очень классный крем. Если вы не пробовали вообще эту серию, то, в принципе, это недорогая серия. Но чем мне не нравится, это тем, что очень классно, на самом деле, увлажняет и питает ножки. Особенно, если летом, например, я практически не делаю эпиляцию, а именно пользуюсь бритвой. И поэтому у меня кожа очень раздражительная. И очень хорошо успокаивает, к тому же, это средство. И мой любимый гель Эластик от Фитнес Боди для подтягивания кожи и уменьшения растяжек. Я его тоже всегда наношу. Такое очень классное и хорошее средство. Ужасный у него. Ну, не ужасный, но не очень приятный запах. Но в то же время, сейчас покажу вам такую его желеобразную. Вот, можете видеть консистенцию. Полбаночки я уже использовала. Не могу сказать, что пользуюсь каждый день, но это уже моя вторая тоже баночка. И, к сожалению, нет, могу открутить. Сейчас вам покажу. Тоже у меня почти закончился. Вот первый крем, который я вам показывала от Эвелин. У него, он довольно-таки густой, не прямо твердый, но очень классный запах у него. Действительно приятный. Сейчас посмотрим, что буду делать дальше. Вообще хочу накрасить ногти, но я к вам еще вернусь перед сном. Сейчас у меня 12.10 уже ночью. Буду сейчас редактировать в Sony Vegas как раз сегодняшнее видео, то, что сейчас снимаю. Я накрасила ногти для отмазки маникюр. Маникюр так я не сделала. Чат-ноэр. В 608 номер. Такие блестюшки. Сейчас еще третий слой сделаю. А завтра, надеюсь, у меня дойдут руки до того, чтобы сделать все-таки маникюр. Еще у меня здесь уже рядышком лежит йогурт. Тонищима хлопья, скушаю его. Ну и думаю, где-то минут через 40, через час, как разберусь с видео, пойду спать. Да, у меня еще одно видео, но его не смогу ставить на загрузку. Всем пока-пока и до завтра.